доброе утро дорогие друзья среда недельная глава корах все те же проблемы все тоже изучение знаете человек не по своей воле приходит в этот мир и не по своей воле уходит из этого мира он не решает где родиться в какой семье высокий низкий мужчина женщина очень много составляющий но вот станет ли человеком который ушел из этого мира лучше чем пришел вот это его власти и вот эта задача человека в этом мире не переустройство мира не победа над диким зверем каким-то страшным не покорение пустыня остановка рек для человека самое главное улучшить себя хоть чуть-чуть хоть чуточку только очень сильным людям которые справились с этой задачей есть задача поработать еще над 2 3 4 там с миром еще и так далее в главе корах впервые звучит такая знакомая нам всем революционный лозунг который начинался еще с первой кровавой французской революции свобода равенство братства океаны человеческой крови пролиты борцами за справедливость потом уже у нас тут и везде лучшее доказательство не всегда чистых намерений прикрывающие этими лозунгами обычно гордо выступающие за восстановление попранной так сказать по его мнению справедливости очень часто имеют ввиду личную ущемленность и личные интересы именно так подходят наши мудрецы к претензиям зачинщика бунта кораха они делают следующее замечание все он корах такой идеалист без страха упрека почему слова которые он сказал почему вы вознесли себя над нами звучат когда он говорит про коинах но никто не говорит это правда любез ничего не говорил когда выделено колено леви но это так попытки переустроить мир конечно к лучшему да всегда заканчивается одинаково мы все знакомы с с замечаниями мудрецов и с историей вот этой распри пороха всегда вот надо смотреть с определенным скепсисом вот этим переделывателем миропорядка лозунги обычно другие вот есть такая притча которая многое объясняет однажды молодой ученик обратился крови на рыба столько горя вокруг столько сердца горит я хочу помочь несчастным людям живущим в этом мире тот горит сынок я тебя хорошо понимаю но поскольку я прожил чуть больше тебя то хочу дать тебе один совет не пытайся сделать людей счастливее в масштабах всего мира попробуй силы на людях живущих на твои улиц молодой человек стал отлично рыбы пошел приходит обескураженный рыба у меня не получается послужив сказал его почему тебе не уменьшить размеры своего предприятия и попробовать ну сделать счастливой жизни своих соседей по дому молодой человек пришел потом возвращается близок к отчаянию ничего не могу сделать что делать он посмотрел на него говорит начни себя себя надо начинать только себя надо вот как бы помнить что нет смысла обращать внимание то что говорят разные люди там занимайся собой вы обратили внимание чем дальше люди отклоняются от правды тем больше они склонны считать того кто отстраняется от зла глупцом надо не смотреть на мир надо работать с собой физически больные люди обладают искаженным вкусом горько представлять всем сладком сладкое там горьким совершенно также люди с большой душой злодеи глупцы считают зло добром и добро злом еще навязывают нам это все надо помнить одно жизнь человека эта книга которую он пишет своими делами как сказано в трактате а вот все твои дела записываются в книгу тяжело очень неверующему человеку он всегда задает один и тот же вопрос зачем я буду все делать хорошее вот это или там вот давать кому-то что-то или делать что-то что вы идет вразле с моими желаниями зачем неужели это кому-то нужно для чего это надо все равно в конце могила и все будем там одинаковые как сказал на один человек а мы все будем биомассой поэтому надо подумать не правда это все это бред неужели все качества которые мы работаем в этой жизни все наши благие намерения все никчемное заканчивается могила и да изм говорит нет эта жизнь не конец мы еще даже не родились мы по-прежнему живем вот в утробе в такой же темной и безмолвной как это штаб блага и облегает не родившегося младенца мы живем в утробе это название утробы тело и только освобождаясь от него мы входим в настоящий мир вот такие дела а пока будьте счастливы что живете это очень важная каббалистическая формула будьте счастливы что живете браха вы от слаха всего самого-самого лучшего